Всем приветик! Я сегодня хочу сделать чипсы. Чипсы они простые, вкусные, совсем не вредные. А почему я их хочу сделать? Сегодня выходной, я иногда позволяю себе пивко попить выходной. И пью его в основном, ну знаете, либо просто так, без всего. С рыбкой очень-очень редко и, можно сказать, и не пью, без солёности. А такие чипсы в самый раз можно, кто любит пиво и желает вредности меньше в организму. Можно сделать чипсы такие. И просто их так можно кушать, погрызть. Так, что нужно? Я их буду делать из лаваша. Вот такой лаваш покупаю. Понадобится сметана, у меня 15%. Я всегда беру 15%, она густая, хорошая. Зелень замороженная, у меня здесь укроп-лучок. Можно зелень взять любую, свежую укроп порезать. И сыр натерла на мелкой терочке, вот так. Можно делать чипсы абсолютно с любой начинкой, какая вам нравится. Тут принцип вообще, хоть как. Главное, что получается очень вкусно и полезно. Ну как полезно, не вредно. Можно и детям вот так сделать, чтобы меньше магазинных покупать. Значит, беру сметану и смазываю весь вот этот вот пласт. Не слишком густо, но и не тоненьким слоем. Ну вот, вот видите как, вот где-то вот так вот. Размазываю по краям. И все. Еще ложечку. Так, смазала весь лист лаваш сметаной. Теперь буду укропчиком зеленью насыпать. В общем, если хотите, можете, конечно, майонезом, но сметаной вкуснее и намного полезнее. Ну, если домашний майонез, но все равно там растительное масло все-таки. В общем, тоже все вот так вот закидываю сюда, распределяю по всему пласту и сверху сыр. Можно, знаете, если хотите, натереть на мелкой терке, ветчину или колбаску тоже накидать. То есть, всякие там прибамбасы, как хотите, так и добавляете. Но с укропчиком получается вообще так хорошо, прям как свежая зелень. Можно и сухой, не обязательно замороженную. Вот я сухой, у меня нет сухого, я просто замороженный. Уже такие чипсы делала, вообще очень вкусные. Вчера буквально делала, все сгрызла, а сегодня хочу еще. Так, значит, укропчиком насыпала и вот так вот ложечкой разровняла, чтобы он был в сметанке. Затем сыр берем, ну, я не знаю, сколько я терла, тоже на глаз. Где-то, может быть, около 100 граммов. Вот, на мелкой терочке. И вот тоже по всему листику вот так вот раскладываем. Ровненько, ну, равномерно распределяем. Так, значит, накидала, я ложкой не приминаю ничего. Я хочу еще, знаете, немного-немного перчиком присыпать. Для, ну, остроты этого можно не делать. Если у вас сыр не очень соленый, можно немножко тоже подсолить. Как вы любите по вкусу, соль, не соль. Я не буду солить, у меня сыр, ну, тоже не очень соленый, но я соль не очень люблю. Все. В общем, можно и приправы, какие вы любите. То есть, опять же, повторюсь, что хотите, то и сюда можно накидать. Затем берем ножницы. У меня ножницы помытые, я вот ими работаю, именно для кухонных сделала. Работают такие ножницы. Разрезаем на любые кусочки, как нравится. Сейчас буду чихать, всегда от черного перца начинаю чихать. Например, вот такой квадратик. Ну, тут не ровненько. И закладываем на противень. Противень я стелю в пекарскую бумагу. Или как бумага для выпекания называется. Вот так листики вот эти все. Ну, немножко это время, конечно, нужно разрезать, но тем не менее. Можно большие, можно маленькие. Можно вот так вот сделать, какие вам нравятся по размеру, чтобы хорошо закладывать в рот. И жевать поменьше можно. Ну, в общем, вот так вот разрезаю и весь лист заполняю. Так вот, на листик я нарезала, вот так вот разложила. Даже не весь лаваш вошел, вот еще часть осталась. Можно потом еще досушить. Ставлю в разогретую духовочку на режим вверх-вниз, на 180 градусов. Я всегда все это выпекаю. И минут на 15. То есть, еще даже смотрю, может быть, даже на 10. Начинает подрумяниваться, тогда уже можно выключать. Ну, минут 10-15 ждем. Так, все, простояли где-то минут, ну, около 15 минут. Вот, смотрите, как они подрумянились немножко горячие еще. Я выключила уже духовку. Такие желтенькие стали, но чуть-чуть я их еще оставляю. Духовку не закрываю плотно, вот, чтобы, ну, промежуток был, чтобы не образовывалось испарено, и они мягкими не стали. Тоже минут на, ну, 10, чтобы постояли немножко, как хрустящими стали. Все. А потом вытаскиваю и грызу. Так, ну, все, постояли. Даже минут, наверное, 5-7. Все, духовка даже еще теплая. Вот, смотрите, получаются какие захрустящие, подсушенные. Вот, теперь в тарелочку просто закидываю. И можно хромкать на вкус. Вообще вкусно, я их ела. Вообще классно. Можно ребятишкам вот так вот насушить, и пусть они таскают и хрустят. Вот, чипсики вот такие получаются, вкусные. Ммм, слышно, как хрустят. Вкусные, вообще прям вот прям свежесть, укропа, зелени, вкуснота и красота. Так что, если хотите, пробуйте, делайте. И все, приятного аппетита, всем здоровья и пока-пока.